Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Виктор Кокшарош, ректор Уральского Федерального Университета. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Совсем скоро Татьянин день, День Российского Студенчества, 25 января он отмечается. Я вас поздравляю. Спасибо большое. И ваших подопечных в вашем лице тоже. Как его отметят в Уральском Федеральном Университете, этот праздник? Ну, вы знаете, как всегда, мы проведем студенческие мероприятия. У нас ребята-студенты будут лепить снеговиков. Планируют, что 100 снеговиков слепят. Не знаю, как, правда, погода позволит. Лишь бы погода не помешала, как-то морозный через счет. Ну, ничего, в любом случае они попразднуют, будет флешмоб у ребят. Кроме того, мы дадим отсчет подготовки к празднованию к 100-летию университета. Тысяча дней, ну, если быть точным, 998 дней будет, начиная с 25 января. И вплоть до октября 2020 года мы будем, соответственно, готовиться к такому важному событию, как юбилей Большого Университета. Начинаете готовиться к 100-летию Федерального Университета. Да. Замечательно. Ну, кроме того, в этот день будет, видимо, телемост в Казани, где будет большое федеральное мероприятие, где будет собираться молодежь со всей страны, где мы расскажем о том, чем занимается университет, чем дышит, какие он новые идеи предлагает. Я знаю, что в эти выходные у вас будут любопытные мероприятия. Одно называется «Хакатон». Я думаю, надо объяснить нашим зрителям, что это такое. И у вас в эти же выходные еще будет день открытых дверей, когда все желающие поступать могут прийти и посмотреть на те или иные факультеты и институты. Выходные у нас насыщенные очень. И на самом деле 27-го числа открывается «Хакатон». Он будет идти два дня. «Хакатон» — это такое соревнование команд, которые выдвигают проекты и идеи, на этот раз связанные с развитием Екатеринбурга, с будущим Екатеринбурга через призму подготовки к Экспо-2025. Каким город должен быть в 2025 году и после него современным, развивающимся, цифровым умным. Это про урбанистику, это про технологии, это про архитектуру, про что это? Это про все. Про урбанистику, цифровые технологии, про социальное развитие, про транспортную схему развития Екатеринбурга. Причем сразу будут участвовать 125 команд из трех городов. Вернее, собравшиеся в трех городах России — это Екатеринбург, естественно, Москва и Санкт-Петербург. Что-то вроде видеосвязи, да, будет? Это будет видеосвязь. Причем в Москве это будет в Сколково. И там лучшие команды будут соревноваться друг с другом. В итоге они разыграют призовые места и получат деньги, и возможности реализовать свои проекты. Это приурочено к Экспо. Это приурочено к Экспо-2025. Екатеринбург — город-кандидат. Тут есть новости ведь на эту тему. Париж выбыл из гонки. Сейчас у нас два соперника остается. Это японская Осака и это азербайджанская столица Баку. Каковы шансы Екатеринбурга? Ну, понятно, математически они выросли. А в общем и целом? Ну, я считаю, что шансы очень высоки. Ведь очень многое зависит от активности горожан, от тех и вообще россиян. От нашей поддержки Экспо, если мы проявим нашу солидарность, в том числе и в ходе Хакатона, покажем интересные проекты, заинтересованность в этом мероприятии, то шансы повысятся, безусловно. Теперь про день открытых дверей. Парус слов. Когда, куда приходить? День открытых дверей у нас будет проходить два этапа. 28 числа, то есть, собственно, воскресенье, в главном здании на Мира-19, в большом зале. И мы приглашаем с удовольствием всех абитуриентов, а также их родителей, которые часто приезжают вместе со своими школьниками, будущими абитуриентами. Мы им расскажем про университет, покажем все наши возможности, покажем наши кафедры, лаборатории. Они встретятся с директорами института, с ведущими учеными, с преподавателями. Так что все двери будут открыты для них. Кстати говоря, в эти дни у нас еще одно мероприятие, очень важное, завершается. Это проектная смена в Сириусе, где 100 талантливых детей со всего Урала-Сибирского региона, в первую очередь со Свердловской области, работают над интересными проектами. Всего 19 таких проектов, знаете, сумасшедшие просто проекты и очень интересные. Я думаю, что многие из них получат практическое воплощение. Ну, такой проект, например, «Умный браслет», который позволяет эмоциональное состояние человека вовремя выявить. Ну, если у него, например, предефарктное состояние, тут же дать ему такую информацию. Либо, если, ну, например, водитель, да, водитель-дальнобойщик или водитель автобуса, если у него, его клонит сон, тоже дает сигнал. Ну, если устал, конечно, останавливается. Ну, и вообще этот браслет сразу выводит там эмоциональное состояние, склонность к стрессам и так далее. Вот один из проектов. Или другой проект, ребята, делают очки с дополненной реальностью. Это для спортсменов, который позволяет им сразу же на экран в очках выводить особенности дистанции, допустим. Частоту пульса, сколько пробежал, как пробежал, там прошел. Ну, то есть всю информацию, необходимую для спортсмена, которым не надо отвлекаться, и в ходе тренировки он может корректировать себя. Или, например, еще один проект, тоже, буквально секунду, это «Умная капсула», которая позволяет нужное лекарство в нужное место доставлять. Скажем, для онкологических заболеваний это чрезвычайно важно, поскольку нужна микроскопическая доля лекарства, но она токсичная. Его нужно в определенное место... Точное воздействие. Точное воздействие нужно, чтобы в определенное место попала эта капсула. Вот этот, например, проект. Ну, таких проектов очень много, и я просто рад, что ребята, которые заражаются проектной деятельностью, которые имеют склонность к научно-техническому, к инженерному творчеству, они раскрывают себя, а потом получают возможность поступать в наши другие университеты. Вот эти ребята, которые в Сириусе сейчас занимаются проектами, которые вы перечислили, другими проектами, какова вероятность того, что они пойдут учиться именно в УРФУ? Ну, я надеюсь, что вероятность очень большая. Конечно, сегодня открыты двери любого университета перед ними, все зависит от ЕГЭ. Они же талантливы, у них будут наверняка высокие баллы по ЕГЭ. А там Москва манит, Питер. Но эту смену проводят наши преподаватели. То есть, одна из задач, в том числе, наверное... Конечно, это одна из важнейших задач. Наши преподаватели дают проектные задания, они вместе с ними все эти проекты разрабатывают. Это наша собственная проектная смена, именно УРФУ. Мы единственный вуз в России, который собственные смены проводит в Сириусе. Проектные смены. Ну, этим надо пользоваться. Конечно, мы пользуемся и стараемся тем самым привлечь в себе таланты, а дальше для талантов уже все возможности для раскрытия существуют уже в университете. Виктор Анатольевич, 5-100 известное цифровое сочетание, 5 российских вузов и УРФУ. Ну, мы надеемся, в их числе должны войти в сотню ведущих лучших в мире. Рейтинги, тема больная или тема радостная? В зависимости от того, что получается или не получается в плане продвижения. Рейтинги — это не тема сама по себе. Рейтинги — это лишь некоторое количество измерения, сравнительное измерение того, как движется университет. Но это важный инструмент. Это инструмент, скорее, воздействия на аудиторию. Самое главное — те внутренние изменения, которые происходят в университете. Когда какую-то такую большую машину, поворотливую, образовательную, стараются поменять направление ее движения и превратить ее из просто образовательного некого учреждения, в учреждение, которое через науку, через инновации воздействует на образовательный процесс, и в результате выигрывают все. Студенты, преподаватели выигрывают. И вот эти изменения, внутренние изменения, которые происходят в университетах, благодаря, в общем, достаточно небольшим средствам, которые правительство нам выделяет, они в первую очередь и создают новый ландшафт российского высшего образования. Вот это самое главное. Ну и, конечно же, мы будем продвигаться в рейтингах. Мы входим в различные международные рейтинги, и QS, и Times High Education. И сейчас новый московский международный рейтинг вышел, куда мы вошли в 200 ведущих университетов мира. Но еще раз повторяю, это не главное. Мы будем там двигаться в предметных рейтингах, и в общих рейтингах институциональных у нас есть понимание, где и как мы дальше будем продвигаться. Но главное, что мы меняем в некоторой степени свою нацельность, свою направленность. У нас, знаете, только за последний год количество публикаций в международных, индексируемых международными признанными базами данных КОПУС ВВС на 40% с лишним выросли. Это значит, наши преподаватели, наши ученые научились и поняли, как работать в мировом пространстве научно-образовательном. Чтобы быть заметными. Да, у нас резко растет количество и доля иностранных преподавателей, иностранных студентов. Это значит, к нам проявляют интерес, к нам едут, университетам интересен. Вот это, наверное, даже более показательно, чем что бы то ни было. Чего ждете от наступившего 2018 года в двух контекстах? Первый – это учебный процесс, но это важная история, все-таки ВУЗ, это студенты. И второе – научные исследования и разработки. Наверное, вот это два ключевых направления разных. В образовательном процессе мы все больше применяем практико-ориентированные программы и проектные формы и методы обучения. Студенты получают все большую свободу и возможность выбирать различные варианты своего обучения, но после получения образовательного такого общего минимума. Это модули, которые они выбирают, различные варианты дополнительных программ, что расширяет их возможности, безусловно. Мы все больше привлекаем работодателей к участию в образовательном процессе, в организации значительной части обучения непосредственно на площадках работодателей, в том числе крупнейших работодателей. Для этого мы сотрудничаем с крупнейшими корпорациями и предприятиями как в Свердловской области, так и всей России. Вот это, наверное, главное в образовательном процессе. Что касается науки, то мы ждем дальнейших серьезных, очень крупных проектов, которые реализуют наши ученые, и новых научных побед. Вы знаете, в последние годы таких побед немало, очень немало серьезных открытий, которые они совершили. Я могу... Давайте пару примеров хотя бы, таких наиболее ярких. Пару примеров. Вот только что Российский научный фонд опубликовал 10 важнейших открытий, которые сделали российские ученые в 2017 году. Наши математики, они сделали математическую модель влияния стихийных факторов на нейроны. Это впервые они описали вообще в мировой практике. Это позволяет по-иному подходить, скажем, к созданию методов лечения и лекарств, связанных с неврологическими различными заболеваниями, вообще с поведенческими характеристиками человека. Еще и стык разных наук получается. Математика, биология, химия. Химия, чего угодно. Или, скажем, да, опять же, наши химики работают над лекарством противодиабетическим. Получили очень серьезный грант, выиграли грант в серьезной конкуренции на создание новых типов лекарств. Или, скажем, наши физики, они впервые добились улучшения эффекта сверхпроводимости на углеродных нанотрубках, низкоразмерный так называемый углерод. Это примерно из той сферы, что графен, но только другая модификация. Ведь если дальше будет успех в этом направлении, то, скажем, мы мобильный телефон с вами должны заряжать практически каждый день. А если эффект сверхпроводимости будет достигнут, фактически будет вечная батарейка, которую не нужно подзаряжать. Один раз зарядил, и все. Вот так глядишь, и Нобелевка впереди. И Нобелевка впереди, и все что угодно. Ну и вообще много-много таких интересных проектов и интересных открытий сделаны нашими учеными. И это выражается в том числе в самых знаковых научных публикациях, которые сегодня слуху у всех ученых мира. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде был Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета. До свидания и удачи.